Пленный стенд предназначен для граждан, чтобы люди, которые обращаются или заходят по каким-то либо вопросам, жалобами, заявлениями, обращениями, чтобы видели, могли почитать. Александр Вострецов размещает ориентировки. Как участковый, он хорошо знает, насколько важна порой бывает помощь горожан. Поэтому старается всегда поддерживать с ними хорошие отношения. Ведь сотрудник полиции – это в первую очередь защитник. А защищает Александр свыше трех тысяч человек. Столько проживает на веренном ему участке в микрорайоне «Юбилейный». Где-то бывает и много работы, бывает поменьше. В общем, одинаково. В зависимости от времени года. Бывает, что, например, жильцы жалуются на шум в ночное время. Много нарушений ночью происходит. За свои труды Александр признан лучшим участковым уполномоченным 2012 года. Ему удалось не только стать первым по числу составленных административных протоколов. Он также показал лучшие результаты в оперативно-служебной деятельности. Александр стал 12-м сотрудником полиции, получившим это почетное звание – лучший участковый уполномоченный полиции. Раньше лучшему участковому городу Иркутска была положена денежная премия. Но с 2012 года стали вручать автомобиль. В прошлом году им стал ВАЗ-2107. А сегодня Александр получает в награду новенький автомобиль «Лада Гранта». Как отметил руководитель полиции областного центра, подобные награждения нужны не только как способ поощрения сотрудников, но и как пример для подражания. Это стимулирует личный состав на общение с гражданами, на выявление правонарушений, вообще на наведение прятка на своем административном участке. Поэтому замечательный приз, и я думаю, что это серьезный стимул для остальных сотрудников, которые у нас работают. А победитель признался, что мечтал о собственной машине уже 10 лет, с тех пор, как получил водительское удостоверение. Отличный, хороший автомобиль, как раз он был и был. Мария Князева, Александр Мокин, Константин Синицын. Новости сейчас.